Здравствуйте! С Вами снова канал Вероника Поливкина. Скоро весна, время покупки растений, и те, кто не спонтанно, а продуманно делают это очень ответственное дело, задаются вопросом, а где и что лучше покупать? Особенно начинающие садоводы еще не очень разбираются в растениях терминологии. Все чаще при покупке растений мы слышим слово меристема. Оно такое загадочное. А хорошо это или плохо, никто толком объяснить не может. Давайте об этом и поговорим. Что это такое меристема? Это микроклонирование. Занимаются этим в лабораториях с дорогим оборудованием. В них массово производят оздоровленный посадочный материал. Всего что растет? И плодовые овощные культуры, и плодовые деревья, лекарственные и декоративные растения, и даже растения для аквариумов. Слово меристема произошло от греческого meristos, что в переводе означает делимый. Отделяют кусочек тканей и в пробирке выращивают новые растения. Преимущества для производителя очевидны. Во-первых, более сжатые сроки получения большого количества новых растений. А во-вторых, значительная экономия места. Сами понимаете, окупается очень быстро, так как размножают редкие и дорогие растения в первую очередь. Технология в принципе простая. У материнского растения берут небольшой кусочек подходящей живой ткани, способной к интенсивному делению клеток. Обычно это точка роста побегов или корней. При помощи дезинфицирующих препаратов их очищают от грибков и бактерий, после чего помещают в стерильную питательную среду, в которую кроме питательных веществ входят и растительные гормоны. С этого момента частицы ткани начинают делиться, и развиваются очень маленькие растения. Достигнув определенного размера, их переносят в другую питательную среду, стимулирующую формирование корней. После того, как растения становятся относительно большими, их используют заново. Этот процесс может продолжаться до бесконечности или до тех пор, пока не будет выращено нужное количество растений. Укорененные растения вынимают из пробирок и высаживают в контейнеры с питательным грунтом и доращивают с помощью туманообразующих установок при очень высокой влажности воздуха. И через несколько месяцев полученное молодое растение высаживается в оранжерею, где подращивается до товарного размера. Теоретически из одной почки в течение года можно получить несколько десятков миллионов клонов, что невозможно при других способах вегетативного размножения растений. Кроме того, эти растения имеют более компактный и аккуратный вид, по сравнению с растениями, размноженными обычным методом. Благодаря этому меристемные растения пользуются большим спросом у продавцов. Эти преимущества важны прежде всего производителям. А как же мы, потребители? Да, цена их немножко ниже, но приобретенное растение с трудом адаптируется к нашим земным условиям. Расскажу о своих наблюдениях. Впервые я познакомилась с меристемой относительно давно. Заказывала Брунера. Получила небольшие растения в горшочках. При высадке в грунт погибли сразу. Потом покупала хвосты. Результат тот же. Хотя нянькалась с ними, как с грудными детьми. Наверное, производить здоровые растения в большом количестве – это хорошо. Но честнее было бы еще перед продажей подращивать растения в грунте хотя бы два сезона. Выживут? Тогда продавайте. Конечно, наука не стоит на месте. И, возможно, технологии становятся все совершенней. Но в погоне за наживой производитель порой совсем не думает о самих растениях. Я хоть и зарекалась не покупать больше меристему, но все же иногда попадаюсь. Вот смотрите. Это я извлекла из горшочка с меристемным растением. Само растение в дороге погибло. И я решила осмотреть корень. Но вдруг есть спящие почки и удастся его реанимировать. Вот в такую сетку посажено меристемное растение. Вы не поверите, но она металлическая. Но какие перспективы были бы у бедолаги, если бы саженец не погиб в дороге? Никаких. Есть еще одна проблема. Гибридные растения – это и так непросто. Для новичков поясню. Есть сорта, а есть гибриды. То есть новые сорта, полученные при помощи скрещивания уже существующих. Эти новые несут как свойства матери, так и свойства отца. Иногда бывают мутации, когда растение вдруг начинает меняться с годами. То есть свойства одного родителя вытесняют свойства другого. И с меристемными растениями чаще, чем с обычными, происходят эти самые мутации. Поясню на примере. Купила меристемную хосту Golden Meadows. Посмотрите, какая красавица. Я была счастлива. Через пару лет у нее появились обычные без рисунка листья. Я ее разделила на части и отбраковала те, которые видоизменились. Все повторилось. Часть почек дали нормальные розетки, а часть простые. Решила больше кустик не трогать и получила дальнейшую мутацию. Через 4 года растения полностью утратили былую красоту, превратившись в серых мушек. Красивые листочки исчезли полностью. Я не берусь утверждать, но специалисты мне сказали, что эта проблема бывает у меристемных растений. Но, зная технологии получения, неудивительно. За такое грубое вмешательство в природу должна же быть расплата. Может, со мной кто-то не согласится. Но я выразила лишь свое мнение. Во всяком случае, мне такие растения не нужны. То ли дело обычное размножение. Вот корень, а вот его части. С красивыми, здоровыми почками. Красота. Либо дорого посмотреть. Удачных вам покупок. С вами был канал Вероника Поливкина. Всего вам доброго. До новых встреч.